Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Ребят, смеюсь, потому что посмотрела, как наша Нинка отмечала 8 марта. Люди уже забыли, да? Она только вспомнила и поздравляла, представляете? Весь день вчера женщин поздравляла с 8 марта и сама праздновала. Как началось утро, бедного Вовку заставили идти за цветами. Мама Нина приказала много денег не тратить, но букет хороший купить. Я сначала думала, что, знаете, вот сцену решили разыграть. Вовку отправили на лестницу, да, и чтобы он просто зашёл и это дело заснять. Но я услышала от него такую фразу, что сама сказала много не тратить. Получается, отправляла и ходил покупать цветы. Трындец, да, по мамкиной карточке сына пошёл покупать цветы, чтобы её поздравить. Всё по приказу мамы. Много не тратить. Вовка дал цветы, повыпендривался туда-сюда этот букет. Знаете, выглядит трындец как позорно. Я понимаю, проснулась ты, и у тебя уже букет стоит. А этой пришлось сынулю отправлять за цветами. Да и ещё нет у него в душе внимания к ней, любви. И он её терпеть не может. А о каком таком поздравлении может идти речь? От сердца, от души, да. Нинка решила побыть временно с Судаковой. И в начале видеоролика якобы валялась в кровати, да, такая вся. Ай-яй, я валяюсь, я валяюсь. Да, праздник, надо пойти помыть жирную голову. Ну, то бишь, немного уложить жир на волосах, чтобы сильно так не было заметно. Ой, ребят, с этим мытьём прямо ржака. Она теперь отчитывается в каждом видеоролике, что она намывается, бошку свою намывает. Значит, Вовка явился с этим букетом. Охала, ахала, вздыхала. Ой, цветочки, ой, цветочки. Пересчитала, да плохо пересчитала. Оказалось, их десять, да. Любимый муж подарил десять цветков, да ещё и жёлтых. Но, знаете, разлука им не светит. Их объединяет гороховый суп. Да, гороховый суп. Короче, Нина охала, ахала и бодяжила этот горох, разводила, разогревала праздничный обед в виде горохового супа. Тут я, ребят, вообще чуть не упала. Да, вот такой вот праздник в виде горохового супа. Нет бы и правда, да, завтрак в постель любимой. Любимой кусочек вкусного тортика. Любимой не себе, а любимой. Нет, что вы. Там, если тортик, надо покупать огроменный такой, на кило пятьсот. Чтобы вдвоём так от души навернули. А одной, не-не-не, ни в коем случае. Не, надо, чтобы Вовка тоже от души нажрался. Он и так весь день был сам не свой. Обиженный пипец какой. Дальше, что у них там было? Почухали они, то ли ноутбук это малюсенький, нетбук, мне кажется, они называются. Сама заказала, сама пошла, заказ забрала. Ой, ну вот знаете, нафига вот это вот чесать языком? Любимый муж подарил, любимый муж подарил. Что он у тебя там продал? Он-то и продать ничего не может, чтобы тебе что-то подарить. Ну, ежели ты решила ему ползарплаты отдать, то и ползарплаты не хватит, чтобы купить. Опять охало-ахало, класс. Ну, на самом деле, нафига это всё нужно? Я не знаю, Нина, чего это? Надо было уж раскошелиться, докупить последний iPad от Apple. Почему? Почему нет? Нафига нужны сейчас эти нетбуки? Ну, Ниночке виднее, Ниночке виднее. Ещё больше Вовку она разозлила. Ещё больше он разозлился, что когда собирались уже на прогулку в любимый КФС, потому что больше некуда идти, да, на 8 марта. И, видимо, на больше уже финансов нет. То, когда она читала стихотворение, которое написала её мама, я прям удивилась, что она маму вспомнила, то слышали, что Вовка сказал? Иди отсюда! Ну, а что удивляться, что удивляться? Ну, насколько ж, ребят, это мерзко выглядит. Ну, даже если не праздник, если не праздник, как можно, да, вот так вот к жене? Иди отсюда, иди отсюда! Хочет поцеловать его, дёргается, изворачивается. Фу! Это видно, что у него отвращение просто к ней. Ну, в принципе, что она хотела? Что она хотела? Глаза видели, на что шли. И действительно, так и хочется сказать, связывает их КФС гороховый суп, что там ещё, курочка жареная, сардельки, колбаски. И жёлтые тюльпаны у них не будут вестниками разлуки, потому что их всегда будет соединять вот это вот бодяживо, которое они бодяжат каждый день. И жрут, жрут до бесконечности. И пофигу ему, сколько у неё там спасательных кругов и сколько ещё появится. Главное, чтобы на столе было что пожрать. Дальше рассказала, что пока она там заливала видео, то лемонтировала, что она там делала, непонятно, после того, как стихотворение прочитала. Вовка уснул. Да, говорит, уснул, как Ленин. Ужас, ребят, я как услышала, мне как резануло по ушам. Она совершенно, совершенно не думает, что чешет своим вот этим вот гнилым языком. Вот как можно, да, чесать такую фигню? Ну, шо удивляться, шо удивляться? Пиратка она и в Таиланде, и в Египте, и в Африке она везде останется пираткой. И разбудила, видите ли, Ленина Вовочку, бедного мальчика, который не выспался, а сонненький вышел. Но сказала, что пойдём прогуляемся, зайдём в КФСИ, да, в любимое место, перекусим, попьём кофейку. И Вовочка ожил. Да, Вовочка. Вовочка ожил, потому что у Вовочки уже бурчит в животике. Уже гороховый суп, видимо, на выход вылетел. Угу, сами знаете, куда. И уже подсасывает, подсасывает. И просится туда еда. Да, стучит, прям стучит. Вовка, Вовка, я хочу кушать. Ну и шо? Конечно же, надо прислужить любимому. Ну а как же? В свой праздник надо ему прислужить. И так, дитя, он весь день недовольное. С утра погнала за цветами, чтобы всё это дело на камеру запечатлеть. Потом попёрлась ещё на показуху за нетбуком и всё себе любимой. Крем там какой-то купила, опять же, потратила на себя. А на Вовку совсем ничего. Ребят, мне кажется, он с неё не слезет. Теперь он будет требовать внимания к себе и теперь будет её таскать в спортмастер, чтобы Нина ему тоже накупила на такую стоимость. Ну а шо? Снимается он тоже в роликах. Макаронки хорошо глотает. Всё у него получается на ура, да. И бугнит он неплохо. И вон тюльпан изгонял, купил, чтобы Нина всё это дело засняла на камеру. Как же? Как же? Что он не заработал? Заработал, конечно. Поэтому будет ходить и ныть. И злой он будет, что всё она себе покупает. И придётся. Придётся теперь Нине покупать внимание Вовке. Да. Она таки покупает вкусняшками, вкусняшечками. Но Вовка тоже ещё тот, да, перец. Он понимает, что можно не только вкусняшками, не только вкусняшками. Можно и подороже что-нибудь просить у мамки. Поэтому, ребят, скоро в спортмастере будут оба, да. И будет Нина Вовке уже что-нибудь выбирать. Эту куртку обещала, обещала. Что-то примеряли, а не примеряли. И так, походу, не купили. А постирали только старую. Ну, а дальше, ребят, пришли они в КФС. Зарылись возле туалета, как всегда, да. Выползли в темноту, как будто кого-то боятся, как будто кого-то стыдятся. Ну, скорее всего, не как будто, ребят. А так и есть. И сидели трындели не по теме. И что бы вы сделали, если бы вы деньги нашли? Напишите в комментариях. Ребят, такую чушь. Ну, в комментариях им тоже хорошо от души написали подписчики и зрители. Впрочем, как обычно. Как обычно, ничего нового. Вы знаете, ребят, мне кажется, даже у Судаковой нет такого трындеца в комментариях, как у пиратов. Это ж вот насколько они вызывают отвращение и негатив к себе. И, честно, вот смотрю я на просмотры и вижу, что с каждым днём всё менее и менее становятся они интересны людям. Ну, видимо, потому что хорошо получается у них раздражать людей. А люди этого не особо любят. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.